С новостями к этому часу с вами в студии Елена Семеновичева. Нинецкий округ стал победителем конкурса субсидий Министерства связи и массовых коммуникаций России в 2016 году. Заявка нашего округа отмечена самым высоким баллом. Регион получит федеральное софинансирование в объеме 70% на реализацию двух проектов. Общая сумма субсидий составит 20 миллионов рублей. В рамках предоставляемой субсидии запланирована доработка информационной системы электронного образования. Кроме того, средства будут направлены на разработку механизма предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдачи охотничьего билета в электронной форме. Всего на конкурсы субъектов России поступило 59 заявок, 25 из них поддержаны Министерством. Максимальный размер субсидий на финансирование одного проекта составляет 10 миллионов рублей. Общий объем средств, предусмотренных в 2016 году на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, составляет около 365 миллионов рублей. Министерство обороны вернет в поселок Амдрама свои подразделения в срок до 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Вопрос о перспективах развития поселка на берегу Карского моря задал в рамках правительственного часа сенатор от исполнительной власти Ненецкого округа Вадим Тюльпанов. Он напомнил, что в советское время в Амдраме была стратегическая база, где есть взлетно-посадочная полоса, принимающая все типы самолетов, включая самолеты стратегической авиации. Эта база была нужна в том числе, чтобы поддерживать все в Мурпуть. В плане развития вооруженных сил до 2020 года в Амдраме предусмотрена дислокация войск. Поселок будет работать практически в том же режиме, который был в советское время. Глава региона Игорь Кошин поручил контролировать рынок труда в ежедневном режиме. Трудоустройство местного населения должно быть задачей номер один для целого ряда профильных заместителей. Так Ненель Семяшкина поручена контролировать состояние рынка труда в ежедневном режиме. Галине Медведевой наладить процесс подготовки востребованных рабочих специалистов. Имеющих практические навыки. Олегу Белаку поручено отвечать за увеличение числа вакансий от недропользователей и их подрядчиков. За формирование кадрового резерва будет отвечать Михаил Васильев. Сотрудники центра занятости, отметил глава региона, должны не только помогать с поиском новой работы, но и оказывать моральную помощь и поддержку. Давать полную картину по состоянию рынка труда и возможностям обучения. По состоянию на 1 марта в центре занятости НАУ зарегистрировано 621 безработный. Количество предлагаемых учреждениями и предприятиями вакансий – 291. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 3. 72 миллиона рублей будут выделены из бюджета округа на субсидирование организации коммунальной сферы для возмещения разницы между экономически обоснованным и утвержденным тарифом на коммунальные услуги, в частности на отопление. Сумму сегодня согласовали на заседание администрации Ненецкого округа. 72 миллиона – это субсидии на деревянные дома до 1999 года постройки. Это управляющие компании города и села в целом. Поэтому объем 72 миллиона не больше уровня прошлого года, где-то на уровне. Но, тем не менее, в бюджете заложено на данный вид субсидий 94,5%. Там не хватает порядка 4 миллионов до конца года. Поэтому это наша задача сейчас – думать, каким образом профинансировать эти расходы полностью. По словам руководителя Департамента финансов, эта субсидия не даст рост тарифов на тепло. Благодаря такой поддержке население платит меньше, чем фактическая стоимость единицы тепла. Вышли в плюс. Мясопродукты подвели итоги работы за 2015 год. Показатели радуют. По сравнению с прошлым годом, предприятие показало положительную динамику. Удалось снизить расходы по ряду статей, в том числе снизить транспортные издержки. Это полностью заслуга нового руководства акционерного общества, отметил глава региона, заслушивая доклад руководителя мясопродуктов Тамары Критской. Финансовый результат предприятия в 2015 году составил 8,5 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 6,4 миллиона. Отмечу, что в 2014 году деятельность мясопродуктов была признана властями Ненецкого округа неудовлетворительной. Выручка предприятия тогда составила 560,7 миллиона рублей. Убытки 2 миллиона. Увеличение прибыли от продаж составили 4,9 миллиона. Это связано со снижением коммерческих расходов. Особенно транспортные расходы снизились почти в два раза. И уменьшились расходы на содержание магазинов за счет проведения оптимизации. В прошлом году на предприятии был расширен ассортимент товаров. В том числе и на прилавках фирменных магазинов появился домашний холодец. Эксперимент оказался успешным. Новые виды продукции нашли своего потребителя, отметила Тамара Критская. Сегодня перед акционерным обществом стоят большие задачи, в том числе и социальные. Сегодня в магазине сети мясопродукты «Гурман» стартует акция для пенсионеров. С 9 до 12 часов действует 5-процентная скидка на 7 видов продукции. Подъем окружного предприятия отметил и глава региона Игорь Кошин. Замечательно, что закончили 2015 год с прибылью. Тем не менее, мы должны понимать, что мы должны по ценам смотреть, потому что бесконечно увеличивать мы их не можем и не будем. А то, что по ассортименту, то, что появляются новые виды продукции, которые особенно востребованы, конечно, здорово. Спасибо. И очень правильно, что сегодня в тестовом режиме с 1 числа мы запускаем первую стадию проекта социальной поддержки наших ветеранов. Второй этап реализации проекта стартует 1 августа. К этому времени предприятие выпустит именные дисконтные карты для пенсионеров округа. Они позволят предоставить пожилым людям более существенную скидку на отдельные группы товаров, отметил глава региона. В Нинецком округе с сегодняшнего дня отменен карантин по гриппу и ОРВИ. Такое решение принято Управлением Роспотребнадзора по Нинецкому округу. Комплекс карантино-ограничительных мероприятий отменен в образовательных и медицинских организациях в связи со снижением уровня заболеваемости во всех возрастных группах. По данным мониторинга заболеваемости, на прошлой неделе ОРВИ заболели 390 человек, из них 267 детей, гриппом 2 человека. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом всего населения ниже эпидемического порога на 17,3%. На сегодняшний день все детские сады, школы и учреждения среднего специального образования функционируют в обычном режиме. Последние профилактические мероприятия завершились в детском саду села Тельвицка 26 февраля. К этому часу у меня все. Увидеть наши новости можно и на нашем сайте, адрес www.trksever.ru. Далее информация от синоптиков. Продолжение следует... Продолжение следует...